Евангелие от Иоанна, глава первая. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть. Что начало быть? В нем была жизнь, и жизнь была свет с человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем, и восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его, «Что же, ты или я?» Он сказал, «Нет». «Пророк?» Он отвечал, «Нет». Сказали ему, «Кто же ты?» Чтобы нам дать ответ пославшим нас, «Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал, «Я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. Апостолы были из парисеев. И они спросили его, «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк?» И Иоанн сказал им в ответ, «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его. Это происходило в Ифараваре при Иордании, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира!» «Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». «И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот агнец Божий!» Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, «Что вам надобно?» Они сказали ему, «Рави, что значит учитель, где живешь?» Говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос». И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Ионин, ты нарещешься Кифа, что значит камень, Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, «Иди за Мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисеи в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета? Может ли быть, что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот, подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был подсмоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя подсмоковницей, увидишь больше всего». И говорит ему, «Истина, истина, говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к сыну человеческому». Иоанн, 2 глава На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит ему, «Вина нет у них». Иисус говорит ей, «Что мне и тебе, жену? Еще не пришел час мой». Матерь Его сказала служителям, «Что скажет Он вам, то сделайте». Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю ощущения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им, «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им, «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум, сам и матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. И нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, так же и овец и валов. И деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При всем ученики Его вспомнили, что написано, «Ревность по доме твоем снедает меня». На это Иудеи сказали, «Каким знамением докажешь нам, что ты имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали Иудеи, «Сей храм строился сорок шесть лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Иоанн, глава 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. И не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. «Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверить, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. После сего пришел Иисус с учениками своими в земли иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Яноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали муравьи, тот, который был с тобой при Иордании, о котором ты свидетельствовал, вот, он крестит, и все идут к нему. Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельства его». Принявший его свидетельство, Сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не меры дает Бог Духа. Отец любит Сына, и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, 4 глава. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисея в слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Яковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии подчеркнуть воды. Иисус говорит ей, «Дай мне пить», ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина Самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, Самарянки? Ибо иудеи с Самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине, ибо таких поклонников отец ищет себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей, «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал, «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» А они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили Его, говоря, «Рави, ешь!» Но Он сказал им, «У Меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою, «Разве кто принес Ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А Я говорю вам, «Возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве». Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение, один сеет, а другой жнет. Я послал вас сжать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них, и Он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали по Его слову, а женщине то и говорили, «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он – истинно спаситель мира, Христос». По прошествии же двух дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем Отечестве. Когда пришел Он в Галилею, то галилеяне приняли Его, видя все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где протворил воду и вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил Его прийти и исцелить сына Его, который был при смерти. Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамения и чудес». Царедворец говорит ему, «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги, и сказали, «Сын твой здоров». Он спросил у них, «В котором часу стало ему легче?» Ему сказали, «Вчера, в седьмом часу, горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров». И уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворило Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Иоанн, глава пятая. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме и у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни, тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи!» «Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взяв постель свою, и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному, «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им, «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». Его спросили, «Кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храм и сказал ему, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой из чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит так же. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сив, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну. «Дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал ему власть производить и суд, потому что он есть сын человеческий. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз сына Божия и изыдут творившее добро воскресение жизни, а делавшее зло воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Есть другое, свидетельствующее о мне, и я знаю, что истина – то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннного, ибо дела, которые отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что отец послал меня. И пославший меня, отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели. И не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его Писанием не верите, как поверите моим словам? Евангелие от Иоанна, 6 глава. После всего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи, и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «Им на двести динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ящменных и две рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус взяв хлебы и, воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики, возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ящменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю, и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им, «Это я! Не бойтесь!» Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Севериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему, «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина, говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец, Бог». И так сказали ему, «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему, «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь?» Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, «Хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им, «Истина, истина, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с неба». «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им, «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». «Но я сказал вам, что вы и видели меня и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день». Возраптали на Него иудеи за то, что Он сказал, «Я есмь хлеб, сшедший с небес». И говорили, «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого Отца и Мать мы знаем? Как же, говорит Он, Я шел с небес?» Иисус сказал им в ответ, «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу Его в последний день». У пророков написано, «И будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца». «Истинно, истинно, говорю вам, верующий в Меня, имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. И хлеб, я, живой, шедший с небес, идущий хлеб сей, будет жить вовек. Хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, «Как Он может дать нам есть плоть Свою?» Иисус же сказал им, «Истинно, истинно, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в Нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус, зная сам себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующая и кто предаст его. И сказал, «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты – Христос, сын Бога живого». Иисус отвечал им, «Не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас – дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове из Кориоте, ибо сей хотел предать его будущее один из двенадцати.